Доброе утро, Красноярска! Сейчас мы находимся в зоомагазине и продолжаем отмечать с вами всемирный день этих повелителей, хозяев, господ среди братьев наших меньших. Конечно же, это коты и кошечки. А рядом со мной консультант-диетолог Алена Халеева. Алена, ну как сделать так, чтобы кошка не стала в доме хозяйкой? А как сделать? Воспитание, во-первых, нужно сказать нет не только кошечке, но и самому себе, обязательно самому себе. Потому что как только мы дозволяем самому себе кошку... Приказывать? Приказывать, да. То есть вот кошечка сказала тебе мяу, и ты идешь, конечно же, первым делом к ее миске и насыпаешь ей ее очередную вкусняшку. Конечно же, в этом случае нужно говорить нет и запрещать, потому что кошки должны кушать, как и собаки, все в одно и то же время обязательно. Если кормление будет не распределено на какой-то определенный период, то тогда... Через каждые пять минут мы будем подходить к этой мисочке, высыпать ей, значит, ее любимый корм. И... Дима, подожди, про собак мы тоже поговорим. Давайте договоримся все-таки про кормление. Есть, различаются уже кормления стерилизованных, нестерилизованных котов, кошечек. Все-таки это все очень интересно, как это все различается. Да, различия в кормлении есть, то есть есть распределение. Есть маленькие котята, есть более взрослые котята, есть уже взрослые кошечки. И взрослые кошечки тоже делятся на разных кошек, то есть стерилизованные, нестерилизованные. И для каждого нужен индивидуальный корм. Если мы, допустим, стерилизованные кошечки будем давать корм, как для обычной кошечки, то у вас, ваша стерилизованная кошечка просто растолстеет в конце концов. А кошечки толстыми быть не должны. Ну как же мы же так любим этих вот толстых, жирных животных, которых так приятно держать на руках, так помять их. Конечно, это все-таки приятно. Все мы любим держать толстых, как миленьких животных. Но это значит, что у нее проблемы в организме, да? Конечно, да. И чтобы мы потом не ходили по ветеринарным клиникам, и животное чувствовало себя прекрасно, для этого нужно кормить правильно. То есть вовремя соблюдать суточную норму. И обязательно корм должен соответствовать именно состоянию кошки. То есть то же самое, стерилизованные, либо нестерилизованные. То есть все это очень сильно различается. Ну что, Дима, на меня смотришь? Ну хорошо, давайте уже поговорим про собаку. Дима у нас счастливый обладатель спаниеля. С собаками тоже какие-то различия по кормлению есть? Да, обязательно. Есть собачки маленькие, есть собачки побольше. И для каждой собаки... Для каждой собаки есть, конечно же, свой корм. То есть, допустим, для маленькой собачки нельзя давать корм для крупной собачки. Иначе у этой собачки начнутся проблемы с суставами. А чтобы мы этих проблем избежали, лучше давать корм именно для миниатюрных пород. Есть также распределение именно по весу пород. Есть собаки до 4 килограмм, есть собаки до 10 килограмм. И так далее. То есть, идет все выше, выше, выше. Понял, Дима? Вот так надо кормить свою собаку, чтобы она у тебя толстой не была. Пока передаю слово вам в студии. Мы обязательно еще поговорим.